Достижение заметного результата зависит от соблюдения правил, а именно, обязательно это очень важно, подготовить кожу лица к тейпированию, удалите макияж, вытрите насухо, если у вас жирная кожа, обезжирьте ее тоником, кожа должна быть абсолютно сухая и никакого крема, иначе сцепление не будет достаточным. Вы сразу можете это не почувствовать, тейп может и не будет отлипать, но тем не менее, должного эффекта вы не получите. Пожалуйста, покупайте тейпы, в которых четко указано для лица, если нет никаких указаний или они идут для тела, то это не годится, и вы можете получить раздражение, причем довольно сильное. Ширина тейпа, если у вас лицо выглядит вот так, оптимально будет 5 сантиметров, вы их можете разрезать, придать им любую форму, это нормально, это как будто мы делаем аппликацию в детском саду. Если же у вас лицо примерно как у меня, плюс-минус, то рекомендую тейпы шириной 2,5 сантиметра, они меньше ощущаются на лице. Сегодня мы делаем по схеме для достижения эффекта лифтинга, то есть подтяжки лица. У меня есть и другие видео, ссылки на все, что связано с тейпами, я оставлю в описании. Кому интересно, зайдите и посмотрите. Техника, которую я вам покажу сегодня, рассчитана на применение перед сном, потому что лицо должно быть в течение длительного времени неподвижным. Только первый раз вы можете сделать днем, чтобы понять комфортно ли вам или нет. Хотя я первый раз наклеила сразу на ночь и не пожалела. Двигаемся снизу вверх. Сейчас делаем поддерживающий и дренирующий каркас нижней части лица, убираем лишние объемы и не даем челюсти опускаться. Кстати, многие ночью открывают рот во сне, а вот эта штука вам не даст. Замеряем сколько нам нужно и убираем сантиметра 2. Тейпы после того, как вы снимете бумажную подложку, чуть-чуть растянутся. Длинные полоски тейпа лучше клеить от середины подбородка к ушам, предварительно разорвав бумагу посередине и как бы заякаря его. Далее аккуратно поднимаем в одну сторону, затем в другую. Нужно ли тейп растягивать? По инструкции нет, но я на процентов 10 тяну, так у меня эффект лучше. Главное сделать так, чтобы лицо не деформировалось, чтобы все было в итоге ровно. Проглаживаем, разогревая клеевую основу, так сцепление будет максимальным. Далее поднимаемся выше, берем небольшой отрезок и клеим от носа по скуле по направлению вверх. Таким образом, блокируем опускание в этой зоне. Имейте в виду, сейчас мы боремся не с морщинами, а с птозом. Если бы мне нужно было разгладить гусиные лапки, я бы наклеила именно на них, а тут я беру чуть ниже. Клеим очень ровно. Смотрите, чтобы кожа по тейпам не кукожилась, иначе на утро получите помятость. Это не страшно, но если можно без этого, то почему бы и нет? И вам должно быть комфортно, иначе как спать-то? И, конечно, хорошо в плане комфорта работают тейпы для чувствительной кожи. Они тоньше, и клеевая основа у них более экологичная. Смотрим на лицо и клеим. Зону выбираем точечно. Смотрите, у меня щеки слегка провалены. Мне на эту зону заходить категорически нельзя, потому что я уберу лишние объемы, и тогда ситуация усугубится. Поднимусь чуть выше, вот так. Не спешите, следите, чтобы кожа под глазами не приподнималась. Если вы отекаете, зайдите сюда, тогда все будет окей. Отлично. Дальше будем поднимать лоб короткими полосками снизу вверх, вертикально. Таким образом вы задаете мышцам правильное физиологическое положение. По две полоски с каждой стороны будет достаточно. Если вас беспокоит межбровка, то можете прилепить также на нее. Думаю, многим это уже привычно. Держать их нужно до 8 часов. Оптимально, конечно, на ночь. В лежачем положении они будут лучше работать. И гравитации не будет, потому что, когда мы ходим, лицо опускается, тейпы будут не давать, будут сопротивляться, и в итоге, может, вы почувствуете больше дискомфорта. Спать можно как угодно. Спите в вашей привычной позе. Если отекаете, конечно, старайтесь сократить количество питья вечером и не есть соленое на ночь. Если же вы уже имеете опыт тейпирования, то можете добавить зоны гусиных лапок и носогубки. И меня иногда спрашивают, мол, это же временный эффект, какой в этом смысл? Объясняю. Мы убираем лишнюю жидкость, так? А ведь именно она тянет лицо вниз, и мы получаем в итоге птоз. Чем чаще вы сгоняете жидкость с лица, тем меньше лицо будет сползать. Также вы все слышали о таком понятии, как мышечная память. Так вот, мышцы кое-что запомнят. Особенно ярко мы это наблюдаем после тейпирования на межбровке. Вы просто со временем перестанете морщить лоб. Собственно, к этому приучает нас ботокс, а тейпы это совершенно безопасная, без каких-либо побочных эффектов, альтернатива. Конечно, самодисциплина от вас также понадобится. Как снимать тейпы? Перед тем, как удалить аппликации, пропитайте их косметическим маслом или мицеллярной водой. Может быть, обычной водой. Особенно интенсивно делайте это, если у вас тонкая кожа. И снимайте, придерживая ее, потихоньку скатывая тейп. Далее умойтесь и нанесите успокаивающий крем, если кожа раздражена. Если же она спокойна, рекомендую нанести хорошую цепкую сыворотку, чтобы она зафиксировала результат. Ну и напоследок скажу, что это очень действенная методика. Лично я ей просто восхищаюсь, насколько она проста, безопасна и результативна. Ссылки на тейпы, которыми я пользуюсь, и они проверенные, оставлю в описании на все магазины, где они продаются. Они специально разработаны для чувствительной кожи. Вопросы пишите в комментариях. Надеюсь, было познавательно. Всем позитива, целую и до новых встреч!